Роман газета 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 публиковал новые произведения Горького «Дела Артамоновых, детство, мои университеты в людях». Гуманистическая традиция русской литературы подтверждается сборником рассказом Чехова, повестью «Толстого казаки». Печатаются советские писатели старшего поколения Александр Серафимович, Алексей Номиков-Прибой. Новая советская литература была представлена такими именами, как Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Дмитрий Фурманов. Не забыто и поэзия. В сборнике «Поэзия революции» были опубликованы стихи Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Валерия Брюсова и Бориса Пастернака. Не менее ярким предстает и выбор для роман-газеты зарубежных авторов. Публикуется «Овод» Этель Лилиан Войнич, «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарко, «Похождение бравого солдата Швейка» Ярослава Гаршика. В 30-х годах роман-газета вышла на формат, в котором будет оставаться до наших дней. Два выпуска в месяц, 24 номера в год. К началу 30-х годов журнал становится одним из самых тиражируемых в стране. Номера роман-газеты поступают во все библиотеки страны, продаются на почте и в уличных киосках. Начало 30-х годов – время невиданного трудового энтузиазма советского народа, бурного развития промышленности. На страницах роман-газеты в эти годы публикуются немало произведений, преисполненных пафосов коллективного труда и следующих конфликт личного и общественного в душе человека. Это романы «Соть» Леонида Леонова, «Новая земля» Федора Гладкова, «Капитальный ремонт» Леонида Соболева. Угроза приближающейся войны и переход к власти Гитлера в Германии определили публикации в роман-газете таких произведений, как «Человек меняет кожу» Бруна Ясинского, «Похищение Европы» Константина Федина, «Тисса горит» Белла Илиша. В этих произведениях разрабатывается тема исторической обреченности буржуазного мира, моральной деградации западного общества, неизбежности социальных революций. Вторая половина 30-х годов – время так называемого «большого террора» – один из самых драматичных и противоречивых периодов в истории СССР. Не обошел стороной большой террор и советскую литературу. В это время на страницах роман-газеты публикуются ряд произведений, ставших впоследствии классикой советской литературы. Дорога на океан Леонова, белеет парус одинокий Катаева, как закалялась сталь и рожденные бури Островского. Одноэтажная Америка, Ильфа и Петрова. Началась Великая Отечественная война. В 1941 году выходит шесть номеров роман-газеты. В трех номерах публикуется роман американского писателя Джона Стейнбека «Гроздья кнева. Хроника Великой депрессии». Успевают выйти романы Василия Гроссмана «Солдата революции» и Николая Боброва «Чкалов». В 1942 году, несмотря на все трудности, также выходит шесть номеров роман-газеты. Исторические произведения Михаила Брагина «Полководец Кутузов», Сергея Бородина «Дмитрий Донской», роман Ильи Эренбурга «Падение Парижа». Очередные номера роман-газеты выйдут только в 1946 году. В первых трех номерах был напечатан роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». В том же году на странице журнала было опубликовано другое выдающееся произведение, вошедшее в историю отечественной литературы, поэма Александра Твартовского, Василий Теркин «Книга про бойца». В 1947 году в роман-газете выходит ставший впоследствии классикой мировой антифашистской литературы публицистический роман чешского журналиста Юлиуса Фучика «Слово перед казнью». Политическая неопределенность конца 40-х – начала 50-х годов не могла не сказаться на качестве произведений, публикуемых в роман-газете и других центральных журналах. В то же время в роман-газете начинают публиковаться авторы, которые будут долгие годы работать в советской литературе. Среди них Виталий Закруткин, Михаил Алексеев, Николай Шундик, Михаил Стельвах. В марте 1953 года умер Сталин. Начиналась новая эпоха, писатели стали смелее. В эти годы в роман-газете публиковались произведения, вошедшие в историю советской литературы как по причине своей художественной убедительности, так и по влиянию на общество. К первым можно отнести повести Павла Нилина «Жестокость и испытательный срок», роман Днила Гранина «Искатели», повести Владимира Тендрякова «Среди лесов» и «Тугой узел», роман «Веры по новой времена года». Ко вторым очерки Валентина Овечкина «Районные будни», вызвавшие бурную дискуссию и положившие начало деревенскому направлению в советской публицистике. Значительно увеличилось в журнале количество зарубежных авторов. На страницах «Роман-газеты» появились переводные произведения Джеймса Олдриджа «Охотник», Леона Фейтфангера «Братья Олтензак», Армана Лану «Майор Ватрен». В 1956 году состоялся исторический 20-й съезд КПСС, на закрытом заседании которого Хрущев сделал доклад о культе личности Сталина. Страна переживала подъем. В литературе все сильнее начинали звучать общечеловеческие темы в их советском понимании. Герои начинают размышлять о запретных ранее вещах, о допущенных в первые месяцы войны ошибках, о трудной судьбе детей, чьи родители были репрессированы. Большой популярностью у читателей пользуются опубликованные в роман-газете романы «Рыбакова» Екатерина Воронина, «Казакевича», «Дом на площади», «Бека», «Жизнь Бережкова». В годы хрущевской оттепели советская литература постепенно высвобождалась из-под жесткого идеологического диктата. Тиражи роман-газеты с каждым годом увеличиваются. В 1959 году на страницах роман-газеты публикуются главы из романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину», а в следующем году вторая книга поднятой целины. В конце 50-х, начале 60-х годов в литературу входит плеяда молодых талантливых писателей, отобразивших в своих произведениях реалии нового времени, коснувшихся в своих произведениях ряда серьезных вопросов. В роман-газете были опубликованы воспоминания Ольги Бергольц «Дневные звезды», фантастический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды». Из зарубежных переводов следует отметить романы Олдриджа «Арчибальта Кронина. Северный свет». Настоящей сенсацией стала публикация повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». В 1963 году это выдвинутое на соискание ленинской премии произведение было напечатано в роман-газете. В литературу уверенно входило новое поколение писателей. Публикуются романы «Танки идут ромбом Ананиева», «Отец и сын Маркова», «Солдатами не рождаются Симонова», «Тени исчезают в полдень Иванова», «Щит и меч Кожевникова». Духовным исканием молодых ученых, инженеров, офицеров, представителей творческой интеллигенции посвятили свои произведения другие авторы роман-газеты, Даниил Гранин «Иду на грызу», Юрий Трифонов «Утоление жажды», Сергей Баруздин «Повторение пройденного». Тираж журнала растет, он знакомит читателей практически со всеми представляющими интерес для общества произведениями советских писателей. В 1966-69 годах на страницах роман-газеты публикуются выдающиеся произведения писателей из национальных республик «Я вижу солнце», «Надара Думбадзе», «Материнское поле» и «Прощай, Гульсары», «Чингиза Айтматова», «Наконец, мой Дагестан» Расула Гамзатова. Они по праву вошли в сокровищницу советской литературы. Именно в это время тираж роман-газеты достигает миллиона экземпляров. В журнале публикуются практически все произведения, удостоенные ленинских и государственных премий по литературе. Многие читатели по всей стране собирают у себя подшивки издания по годам. К этому времени складывается образ журнала, который будет сохраняться почти до самого конца советской эпохи. Однотонная обложка с фотографией автора и названием произведения. В годы так называемого застоя на страницах роман-газеты публикуются немало достойных произведений советских писателей. Повесть «Последний поклон» Астафьева, романа Симонова «Последнее лето и двадцать дней без войны», повести «Быкова дожить до рассвета» и «Обелиск», повесть треипольского «Белый бим», «Черное ухо». Из переводной прозы можно отметить роман Ленца «Урок немецкого», повести Франца Фюмана, роман Кьюзак «Солнце» — это еще не все. 1974-77 годы, время становления и расцвета развитого социализма. Это годы строительства «Обама», «Автомаша», «Каскадов» гидроэлектростанций в Средней Азии. В то же самое время гнетущая атмосфера застоя, товарного дефицита, коррупции, непреодолимого разрыва между провозглашаемыми лозунгами и реалиями повседневной жизни находит свое отражение в литературе. Эти годы роман-газета публикует таких корифеев советской литературы, как Марков, Кожевников, Ананьев, Алексеев. Популярностью у читателей пользуются и другие писатели — Куваев, Кожухова, Быков, Шукшин, Астафьев, Казаков. В 70-е и 80-е годы тираж роман-газеты переваливает за три миллиона экземпляров. Журнал становится поистине народным изданием. Огромной популярностью у читателей пользуются такие, опубликованные на страницах произведения, как «Вечный зов Иванова», «Имя твое проскурена», «Жви и помни Распутина», «Романы дома Брамова» и «Последний поклон Астафьева». Настоящим бестселлером того времени стал роман Юлиана Семенова «Тасу полномочен заявить», опубликованный в «Роман-газете» в 1980 году. Позже по нему будет снят многосерийный фильм, где главные роли сыграют Соломин и Кикабидзе. В 1982-85 годах на страницах «Роман-газеты» были опубликованы авторы, ставшие впоследствии одними из самых читаемых и популярных в России. Это Валентин Пикуль, Дмитрий Балашов, Владимир Чевелихин. В эти же годы авторами журнала стали Владимир Личутин и Александр Проханов. В 1985 году страна вступила в новую эпоху, эпоху перестройки. В эти годы на страницах «Роман-газеты» публикуется много исторических романов. Пикуль, Балашов, Лихоносов, Белов, Алексеев пытаются отыскать в далеком и недавнем прошлом России ответ на вопрос «Что будет со страной?». В 1987 году журнал публикует два произведения, вызвавших бурную дискуссию в обществе. Романы Василия Белова «Все впереди» и Виктора Астафьева «Печальный детектив». Большой интерес у читателей вызвала роман Чингиза Айтматова «Плаха», где, пожалуй, впервые в советской литературе была затронута тема наркомании. К несомненным удачам журнала можно отнести публикацию серии исторических романов Валентина Пикуля «Крессера», «Фаворит», «Каторга». Эти произведения способствовали росту тиража роман-газеты, достигшего в те годы почти 4 миллионов экземпляров. Они, кстати, и сегодня пользуются популярностью и регулярно переиздаются. Даниил Гранин, весьма чуткий к веяниям времени, публикует на странице журнала «Арман Зубр» художественную биографию известного русского ученого-генетика, известного не только своими научными достижениями, но и вынужденным сотрудничеством с властями Третьего рейха. В 1989 году в роман-газете публикуется культовый роман перестроечного времени «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. В 1990-1992 годах на странице журнала публикуется замечательная биографическая проза старейшего русского писателя Олега Волкова «Покружение во тьму». Настоящей сенсацией стал роман неизвестный прежде читателем Ирины Головкиной Римской-Корсаковой «Побежденные». Для привлечения новых подписчиков на страницах роман-газета в это время появляются сборники зарубежной фантастики, например, «Супруги, любившие уединениями» Велира Альфонса, эпический роман американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», детективный роман Джеймса Чейза «Перстень Боджия» и рассказы Агаты Кристи. В 1993 году журнал опубликовал повесть последнего политического заключенного в СССР писателя Леонида Бородина «Божиполье». Бородин стал постоянным автором роман-газеты и до самой смерти состоял в ряд коллегии журнала. Следует также отметить публикацию романа «Лето Господне» классика русской литературы эмигранта первой волны Ивана Шмелева. Не был забыт редакции и замечательный русский поэт Николай Рубцов. Его стихам и воспоминаниям о нем был посвящен номер журнала в 1993 году. В 1998-2001 годах на страницах роман-газеты появилось немало произведений, авторы которых пытались в художественной форме осмыслить то, что случилось со страной, определить глубину национальной трагедии, предложить свои варианты возрождения России. Это романы Петра Проскурина, Александра Афанасьева, Юрия Бондарева. Первой Чеченской войне были посвящены романы Александра Проханова «Чеченский блюз и идущие в ночи», документальная проза Николая Иванова «Вход в плен бесплатный или расстрелять в ноябре». К этому времени окончательно сформировалась принципиальная позиция журнала – публиковать лучшие произведения российских авторов, учитывая самый широкий круг интересов читателей. В 2002-2005 года журнал опубликовал прозу Захара Прилепина «Патология», романа Сенчина «Нубук», Евгения Шишкина «Распятая душа» и «Закон сохранения любви», Елена Сазанович «Нечаянная мелодия ночи». Началась публикация двух произведений, пользующихся успехом у читателей журнала старшего поколения – романов «Генералиссимус» Карпова и неизвестные солдаты Успенского. Сегодня тираж роман-газеты по сравнению с советскими временами сократился во много раз, но журнал продолжал и продолжает выполнять свою высокую миссию – публиковать произведения русских писателей о жизни страны и народа. В настоящее время журнал выходит в традиционном формате альбовного типа, обложка иллюстрирована, публикуются фотографии авторах и их краткие биографические данные. Издается и детская роман-газета. Это журнал для детей младшего и среднего школьного возраста и их родителей. В нем печатаются повести и рассказы русской и зарубежной классики, произведения лучших современных писателей, сказки, исторические повествования, знакомства с искусством, музеями и картинными галереями. Журнал оформлен рисунками лучших детских художников. Роман-газета по праву называет себя последним солдатом литературы для народа. Традиционный стиль роман-газеты – высокий литературный вкус в сочетании с удовлетворением всесторонних читательских запросов. Остается неизменным более 90 лет. Все значительные произведения отечественной литературы печатались и печатаются в этом журнале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова